Вашему вниманию сегодня представляется доклад на тему современной системы цитоморфологической оценки органов и систем. Хочется начать с предыстории. Что же сподвигло для создания этих систем? Долгое время в цитологическом сообществе не было согласованности написания цитологических заключений по гинекологическим мазкам. Это, прежде всего, было связано с использованием различных классификаций, неоднозначной терминологии, плохо воспроизведимой системы оценки и неточными разграничениями-изменениями, вызванными вирусом папилломы человека и истинной дисплазией. Что влекло за собой трудности в интерпретации заключений у клиницистов и, как следствие, в определении рациональной тактики ведения пациентов. На данном слайде представлены классификации, которые длительное время использовались одномоментно в рамках одной лаборатории. Поэтому для решения проблемы, связанной с разнородностью цитологических заключений, зимой 1988 года в кампусе Национального института здравоохранения Бетезда США прошло совещание, которое положило начало процессу, которое, как последствия, стало известно, изменило практику цервикальной цитологии во всем мире, а как следствие, в других органах и системах потом. И перед рабочей группой была поставлена задача разработки стандартизованной терминологической системы. В ходе работы были сформулированы базовые принципы, на которые до сих пор основываются системы Бетезда. Первое – лаборатории должны пользоваться объективно и клинически значимо для врачей терминологией. Терминология должна быть одинакова для всех лабораторий и соответствовать практическим задачам в то же время быть достаточно гибкой для адаптации к широкому диапазону установок лабораторной практики в различных регионах. И терминология должна постоянно обновляться, отражая современные представления о патологии новообразовании шейки и матки и интегрировать достижения лабораторной практики. Руководствуясь данными принципами, была разработана классификация, которая была основана на патогенезе и теологической роли вируса папиллома человека в АТП и эпителе шейки матки. Тогда было выделено два типа тяжести интерапителиальных плоскоклеточных изменений лёгкой и тяжёлой степени. Введено понятие адекватность или качество материала, которое послужило впоследствии важной частью протокола цитологического и гарантом его качества. За последние десятилетия система пересматривалась в 1991, 2001 и 2014 годах и на сегодняшний день представлена как наиболее оптимальная цитологическая классификация. Из всех изменений, внесённых в систему, категория атипичной клетки плоского петелесотипения определённого значения вызывает наибольшие споры и затруднения у клиницистов, которым на основании цитологического заключения необходимо принимать чёткие тактические решения о поведении пациентом. Поэтому Национальным институтом здравоохранения онкологии было проведено клиническое исследование, результаты которого показали, что ВПЧ-тестирование является наиболее экономически выгодным и эффективным методом для решения проблем. И это было учтено Американским обществом по глипоскопии цервикальной патологии при разработке рекомендаций по тактике ведения пациентов от 2012 года. Эти рекомендации учтены и отреждены в данной системе. Учитывая положительный опыт данной системы, вслед за цервикальной цитологией были разработаны также стандартизованные терминологические системы и для других органов и систем. Так, использование тонкоигольной аспирационной биопсии с последующим цитологическим исследованием морфологического материала является методом дифференциальной диагностики узловых образований щитовидной железы и выявления рака среди них. И внедрение этого метода в рутинную практику медицинских центров позволило сократить количество и объем неоправданных хирургических мешательств. Поэтому для унификации цитологических заключений в 2007 году в ходе экспертной конференции в Национальном институте онкологии Бетезда была предложена данная система системы цитоморфологической оценки патологии щитовидной железы. Эта система получила широкое распространение в Америке, а как последствия во всем мире одобрена Американская ассоциация щитовидной железы и с 2015 года рекомендована к использованию на территории Российской Федерации. В 2018 году вышел одноименный цитологический атлас, второй вариант. Пересмотр был обусловлен новыми разработками в области патологии щитовидной железы, а именно раскрытием новых молекулярно-генетических аспектов высокодифференцированных карцином щитовидной железы фолликулярного строения и реклассификация неинвазивного фолликулярного варианта папиллярного рака щитовидной железы с выделением абсолютно новой категории, это нефт-ТП, о которой говорил предыдущий оратор подробно. Данная система организована по шести диагностическим категориям, которые во втором издании дополнены, пересмотрены и уточнены в связи с новыми разработками. Поскольку все последующие системы также разработаны по единому принципу, по диагностическим категориям, которые, в принципе, где-то перекликаются между собой, то на примере данной локализации хотелось бы кратко пройти по каждой диагностической категории и рассказать о принципах распределения цитологических образцов между ними. Первая диагностическая категория – это не диагностический или неудовлетворительный материал, включают в себя образцы, которые по качественным или количественным признакам не соответствуют критериям адекватности образца. Вторая диагностическая категория – это доброкачественный процесс, содержит образцы, которые не имеют морфологических признаков опухолевого процесса. Третья – АТП неопределенного значения или фолликулярное поражение неопределенного значения содержат в себя образцы, которые содержат признаки клеточной или структурной АТП в недостаточном количестве, чтобы мы могли отнести к четвертой диагностической категории, но в то же время она более выраженная, чтобы мы могли однозначно расценить процесс как доброкачественный. Четвертая категория заслуживает отдельного внимания, поскольку это категория, которая характеризуется образцами с признаками, прежде всего, структурных особенностями, которые характеризуются нагромождением или же формированием микрофолликулов и содержат в себя широкий спектр поражений с различным потенциалом знакачественности. Однако морфологические признаки перекликаются и вызывают затруднения в дифференциальном диагнозе на светоптическом уровне. Поэтому основной задачей здесь является выявление всех потенциальных фолликулярных карцином. И образцы, которые имеют признаки, характерные для популярных карцином, они исключены из данной диагностической категории. Пятая диагностическая категория – это категория, которая характеризуется образцами с признаками, убедительные для какого-то злокачественного образования, но их не хватает для окончательного диагноза. И образцы, которые характерны для новообразования из фолликулярных или клеток гюртля, также исключаются из данной категории, и они относятся к четвертой. Ну и шестую диагностическую категорию мы ставим всегда, когда имеются убедительно однозначные признаки злокачественного образования. В соответствии с новыми введениями также были пересмотрены предполагаемые риски для качественных образований для каждой диагностической категории и откорректирована рекомендация по тактике ведения пациентов. В следующей диагностической категории исследование мочи на типические клетки является методом, который применяется с давних времен, но однако только в 2014 году в Париже на Международном совещании по урологическим заболеваниям совместной с Европейской ассоциацией урологов было рекомендовано прямое введение цитологических мазков как в целях скрининга пациентов с карциновом и ЧОП и ЗРЯ, так и для монетарирования данного заболевания. Вследствие чего появилась необходимость разработки данной терминологической системы и в 2016 году был издан одноименный цитологический АСЛОС. Система также, как и предыдущая, организована по диагностическим категориям, но поскольку уротелиальная карцинома низкой степени злокачественности обладает более, так сказать, индолентным, доброкачественным течением и совершенно другим клиническим и терапевтическим подходом в отличие от уротелиальной карциномы высокой степени злокачественности, поэтому основной целью данной системы является выявление всех карцином высокой степени злокачества, high grade. Несмотря на это, была введена диагностическая категория пятая уротелиальной карциномы низкой степени злокачественности. Авторы данной системы признают, что этот диагноз может быть поставлен крайне редко и только при наличии хорошо определяемого фиброваскулярного сосочка с четким капилляром внутри. В противном же случае, если имеются какие-то предозрения при цистоскопии, при биопсии или амнонистической у пациента этот был диагноз, мы можем отнести образец ко второй диагностической категории цитограммы негативной по уротелиальной карциномии высокой степени злокачественности с подкатегоризацией на уротелиальную неоплазию низкой степени злокачественности, которая подразделяется на уротелиальную папилому, папиллярную уротелиальную неоплазию низкой степени злокачественности и уротелиальную карциному низкой степени злокачественности соответственно. Также для каждой диагностической категории просчитаны предполагаемые риски злокачественных на образовании и предопределена рекомендуемая тактика ведения пациентов. В связи с активным развитием в последние десятилетия лучевой диагностики и активным внедрением эндоскопического ультразвукового метода визуализации совместно с тонкоигольной аспирационной биопсией, вырос процент выявляемости образования панкреатобилярной зоны, которая длительное время протекает бессимптомно, и в связи с этим появилась потребность в развитии стандартизованной терминологической системы. Эту идею активно поддержало общество цитопатологии Папа Николаева, которое возглавили эту идею, и кульминацией совместной работы было издание одноименного цитологического атласа в 2015 году. Здесь в этой системе особый интерес представляет четвертая диагностическая категория, которая подразделяется на доброкачественные и другие новообразования. Другие в контексте данной системы признаны термином наиболее простым и целесообразным для данной категории, потому что включает широкий степектор поражений, начиная от предраковой, заканчивая карциномами низкой степени злокачественности. Поэтому в связи с такими особенностями просчитать предполагаемые риски злокачественных новообразований для каждой диагностической категории оказалось затруднено. И ввиду того, что даже при высоких окончательных диагнозах для злокачественных новообразований тактика ведения настолько сложна, вариабельна и индивидуальна, то детали ведения пациентов уходят тоже за рамки данного атласа. И в связи с морфологической биологической гетерогенностью опухоли слюной железы в марте 2016 года во время ежегодного совещания Американской канадской академии патологов была заложена начальная идея по созданию единой стандартизованной терминологической системы для данной локализации. Эту идею поддержало Американское общество цитопатологов и Международная академия цитологии. Кульминацией всей этой работы стало в 2018 году издание одноименного цитологического атласа. Вся система организована по диагностическим категориям. Ваше внимание хочется обратить на четвертую диагностическую категорию, которая подразделяется здесь на доброкачественные и на новообразование слюнных желез с неопределенным потенциалом злокачественности. Эта подкатегория включает в себя широкий спектр поражений с перекликающимися клеточными и цитоархитектурными особенностями, которые настолько сложны и вариабельны не только внутри одной нозологической группы, но и внутри широкого спектра поражений слюной железы. Поэтому основной целью данной системы является не сколько постановка конкретного диагноза, сколько грамотное и правильное распределение по диагностическим группам с предполагаемым риском злокачественных новообразований и рекомендуемая, соответственно, тактика ведения пациентов. Система продолжает развиваться. И так буквально в начале этого года вышла система общества Папа Никола в цитоморфологической оценке патологии респираторной системы. И ожидается издание АДЛАСа и Гагамской системы цитоморфологической оценки патологии молочной железы. Резюмируя всё, хочется сказать следующее, что все системы разработаны с использованием успешных базовых принципов, начатых в середине 90-х годов. Что все системы являются результатом работы мультидисциплинарных групп с участием международных членов. Что все проекты документов обсуждались на национальных и международных встречах. Что широкое цитопатологическое сообщество, которое использует эти системы, имело возможность принять участие в обсуждении первоначальных проектов документов на интернет-площадках. И что все системы для объективизации своей используются, организованы по диагностическим категориям, которым даётся чёткое определение. Проработаны цитологические критерии, даётся пояснение к сложным случаям. Также просчитаны предполагаемые риски злокачественных новообразований, рекомендуемая тактика ведения пациентов и варианты цитологических заключений. Также терминология, которая используется в данных системах, она коррелирует с терминологией Всемирной организации здравоохранения. Для всех систем рекомендуется единая структура цитологического заключения, которая необходимо начинать с диагностической категории. В первой диагностической категории даётся оценка адекватности образца. Во всех последующих образец по умолчанию считается адекватным, и это описывать необязательно. Потом мы даём краткое описание цитологических, цитоморфологических особенностей, на основании которых мы должны вывести конкретный диагноз. Если это невозможно, то дать предполагаемый дифференциальный ряд. Если всё вышесказанное невозможно, то дать краткий комментарий о причине. Использовать только номер 1 диагностической категории не рекомендуется. И, соответственно, вывод, что все системы направлены на объективизацию достаточно на данный момент субъективного метода цитологического, и внедрение современных систем в рутинную практику лаборатории приведёт к оптимизации, структуризации и стандартизации заключения, что необходимо для увеличения взаимосвязи, воспроизводимости цитологических увеличений и улучшения взаимосвязи между цитологом и клиницистом, что, соответственно, определит оптимальную тактику введения пациента. Всё. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, вопросы, может быть, будут? Алена, я не мог не задать вам вопрос, потому что вы комментировали БТСД-2 по патологии щитовидной железы. Первый вопрос касается третьей группы. Насколько часто она используется в вашей практике? И что вы рекомендуете после того, как вы пишете, что это БТСД-3, и что делается в ней онкологии после того, как вы устанавливаете этот диагноз? БТСД-3 мы не так часто ставим. И вообще, в принципе, рекомендация у нас, в принципе, идёт согласованность с клиницистами, они придерживаются рекомендаций, которые разработаны на данной системе. То есть они выполняют молекулярно-генетическое исследование? Молекулярно-генетическое, не могу точно сказать, выполняют ли во всех, потому что там идёт аспект материальный. Ну, просто рекомендации, о которых вы говорите, он предусматривает рекомендацию молекулярную. Но это всё решается в индивидуальном порядке. Да, которая как бы должна решить проблему. Которая должна решить проблему. Да, и не решает. И второй вопрос касается вот чего. Появилась новая гистологическая форма НИФТ-ПИ. Как часто и встречались ли вы с ситуацией, когда вы цистологически либо однозначно верифицируете патологию как папиллярную карциному, либо в плитопорожительной форме, что это вероятнее всего папиллярная карцинома 5 и 6 класс. При этом по результатам гистологического исследования гистологи пишут, что это болезнь, которая называется НИФТ-ПИ. И никакого папиллярного рака, соответственно, у пациента нет. Относительно гистологической, я думаю, там будет этот освещён вопрос в последствиях, в последующих докладах. В принципе, мы ставим предположительные иногда форме. Процент выявляемости по анализу у нас есть. Какой? Низкий. У нас был анализ этой системы. Мало таких случаев, да? Нет, нет, спасибо. Коллеги, вопросы есть ещё? Если нет вопросов, то я позволю себе один маленький комментарий. У нас на этой неделе проходил мастер-класс с врачами ультразвуковой диагностики, посвящённый пункционным биопсиям. Я хочу сказать, что вот эти системы, они на самом деле очень востребованы у клиницистов. То есть они хотят, чтобы мы отвечали, так сказать, по этим типам, чтобы мы их придерживались, потому что им легче трактовать наши заключения. Это только нам кажется, что мы что-то написали, и всем понятно. На самом деле, это не всегда ясно, поэтому хочется им как-то конкретизировать. Это один момент. И второй, то, что в регионах, вот в некоторых, да, вот тоже в некоторые регионы ездили, проводили мастер-классы и лекции, не все врачи понимают, в том числе и цитологи, что это крайне востребовано. То есть иногда даже опытные врачи говорят, а для чего это? Во-первых, нет совершенно никакой нормативной базы в России. То есть получается, что нет приказа, который бы нас обязывал к тому, чтобы мы использовали эти системы. На самом деле, мы все входим в систему международного права, наша Конституция говорит о том, что есть приоритет международного права, и мы входим в структуру ВОЗ. Поэтому все, что издано под эгидой ВОЗ, я считаю, что надо использовать. Возможно, будут какие-то другие мнения по этому поводу, но вот, собственно говоря, хотел сказать свою точку зрения. Спасибо. 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 Спасибо.